Рекламно-информационная программа Культпоход 12.06 на часах, настала пора оккультуриваться Отправляемся в Культпоход Ведущие передачи Николай Голиков И Владимир Сметанин И сразу же гостей наших представляем Нам предстоит такой интересный разговор с Еленой Павловой, это заместитель директора Кировского театра кукол Добрый день Ирина Батухина, методист театрального музея Добрый день, приветствуем вас Добрый Батухтина Буквовку пропустил Хорошо, что не сказал заместитель диктора Как у нас было изначально Добрый день С международным днем кукольника Хотим вас поздравить, который отмечался 21 марта Спасибо большое И собственно к этой дате будет приурочено мероприятие Которое завтра состоится в театре кукол Мне очень нравится название Большая экскурсия А вот большая экскурсия в театре кукол Сначала будет праздник, праздник, потом спектакль, а потом большая экскурсия Давайте обо всем подробно расскажите Рассказывайте Итак, программа завтрашнего дня, 24 марта Естественно, всех мы сегодня будем приглашать И возрастное ограничение можем сейчас сказать От ноля до плюс 130 лет То есть оно и через 150 лет После 150 уже не ногой Ну вот как-то так думаем, да В общем, ноль плюс Ноль плюс, что завтра будет происходить в театре кукол Пожалуйста В театре кукол завтра будет происходить нечто грандиозное Это наш четвертый проект Который мы делаем Четвертый раз большая экскурсия Нас посещают Ежегодно? Нет, мы делаем периодично Примерно один раз в месяц Но тут такое скопление хороших праздников Что мы решили отметить вот таким образом Первый раз к нам пришло более ста кировчан Людей очень разного возраста Задействован абсолютно весь театр Вы обязательно приходите к нам тоже Потому что и сами окунетесь в эту неповторимую атмосферу Когда у нас открыты залы Есть возможность подняться на большую сцену Посмотреть, что такое театральная декорация То есть мы можем выйти на большую сцену Вот так это красиво, да? И даже что-нибудь сказать может быть Вы даже можете сделать поклон на большой сцене Ощутить себя в центре вселенной Еще бы зал был полон Да, посмотреть, что такое А бензин? Любые капризы за вас ждут, ясно Убедиться, что сцена изнутри Совершенно не то, что сцена Которую мы видим из зала Малая сцена будет задействована Это театральные уроки Театральные уроки? Что такое театральное уроки? Да, театральный урок Ну вот вы, например, знаете, что такое теневой театр? Теневой театр? Теневой экономикой у меня как-то ассоциируется Нет, это намного приличнее Теневая экономика иногда бывает Театр теней? Да, театр теней Теневой театр так позвучаем Ну это то же самое, как театр кукол И кукольный театр Может быть так, да Ну вот, если не знаете, значит, надо прийти и попробовать Уже зацепили Уже зацепили Словом, теневой Теневой, да, это интересно Вот, далее И каждый раз у нас есть какая-то изюминка Мы отводим зрителей в мастерскую художника-конструктора Это тот, который вот Создает Создает механику куклы То есть можно будет посмотреть, как все это устроено Внутри Потому что так вот мы вроде видим, да Вот человек подошел, взял, кукла у него запрыгала, забегала Вот как это все Мало того, он даже может даст консультацию вам Если мало, я захочу дома сколотить себе петрушку Ну не совсем сколотить, но подскажет Понятно То есть это можно все будет посмотреть просто вот так вот И потрогать Один человек этим занимается в театре кукол нашим Конструктор один Один Но в цехах работают и художники-бутафоры, и столеры, и декораторы, и швейный цех То есть сначала создается остов? Так, да? Мне кажется, сначала эти идеи создается Сначала создаются эскизы художникам, установщикам спектакля Да, да, потом делаются эскизы, делаются макеты Потом вылепляются головы Потом делается папье-машина Это есть такой отдельный специалист, который головы делает? Конечно Головы делает обычно сам художник-постановщик Да А потом подключаются бутафоры Вообще интересно Которые все остальное изготавливают уже Так, продолжайте, Ирина, пожалуйста Вот, и мастерская художника-конструктора интересна тем, что там зритель видит какие-то фрагменты премьерного спектакля, которые мы готовим И вот он сейчас видит эти декорации еще в рабочем состоянии, а где-то в конце месяца он их увидит на сцене Еще по завтрашнему дню? А вот завтра изюминка у нас это мастерская, мастер-класс по мультипликации От нашего профессионального художника-мультипликатора Марии Петровой Это у нас специалист из Петербурга И вот она устроит для ребят, да и для взрослых Она приехала к нам только в этом году? Да, работать И она устроит и для ребят, и для взрослых Во-первых, мастер-класс по песочной анимации Ну и вообще поделится секретами Поясните, что такое песочная анимация? А вы знаете, мне кажется, давайте оставим какую-то интригу Конечно же, да То есть все нам рассказывать не буду словать Надо идти Всей семьей причем, у нас 0 плюс Да, всей семьей, конечно Ну и вот, и надеемся, что таким образом Это мы не просто привлекаем внимание театру Мы даем кировчанам прекрасный шанс почувствовать себя детьми И провести выходной день замечательно в кругу своей семьи А фотосессии не запрещены? Нет Они поощряются Приветствуются То есть надо брать эту полку И мы потом с разрешения зрителя размещаем их на нашем сайте То есть Несколько фотозон у нас будет оборудованы Точнее, они уже оборудованы Потому что к этому, скажем так, к этим 80 минутам общения со зрителем Мы готовимся всю неделю Это очень большой, кропотливый труд Масштабный Костюмы стоят уже даже около наших кабинетов Уже сейчас вот мы их обходили То есть у зрителей будет возможность одеть костюмы, конечно же Обязательно костюмы, маски, парики, шляпы Все в распоряжении зрителей Мы с тобой наденем маски и фотозону Да, потому что одна из зон так и называется театральная гримерка Класс Кстати, Елена, вы в прошлый раз говорили, что все-таки есть помещение, куда посторонних не пускают Да, мы с вами говорили только о технических службах А так вот именно в большую экскурсию мы открываем все наши двери для наших зрителей Собственно, основание для того, чтобы попасть, нужно приобрести билет Да, билет, ну чисто символическая цена, да То есть это вот то, что мы говорили, это мы говорили про экскурсию Большая экскурсия А еще есть и праздник, и спектакль Да Я так понял Это тоже тайна какая-то, или можно сказать уже, что за праздник Нет, ну точно так же А, кстати, билеты на экскурсию можно купить не только перед самой экскурсией Но прямо вот сейчас, слушая нас, можно зайти на наш сайт и приобрести этот билет Не проговорили начало 14.00, 2 часа дня Я сделаю небольшую ремарочку Лучше подходить немножко раньше Где-то мы начнем в 13.40 уже за зрителей Потому что их встретит первый этаж, их встретят фотозоны, их встретят театрализованные игры Поэтому, чтобы все-все-все осмотреть, то лучше приходить чуть-чуть пораньше Ну и еще хотелось бы отметить, что мы ограничиваем количество зрителей, потому что, ну, чтобы им было комфортно Поэтому, если, ну, кто-то придет совсем поздно, ну, просто билеты не достанется А, билетов просто не хватит Ну, сколько билетов-то, собственно, сделано? Какое количество? Кировчанов готовы? Ну, до 100 человек До 100 человек До 100 человек Ну, 101 еще можем Вы сказали, вот в прошлый раз, да, около 100 человек было? Да А праздник, спектакль, что это будет? Праздник будет ждать я, кукольник зрителя И здесь тоже те, кто к нам придет Увидят и мастер-класс от наших актеров Увидят разные системы кукол То есть у вас вообще вся труппа задействована на театре, да? Завтра, да Весь коллектив, да? Поэтому, в общем-то, выражаем благодарность всем творческим людям нашего театра И нетворческим, которые будут участвовать в этом празднике Потому что задействованы все И монтировщики, и свет, и звук Потому что им нужно будет освещать оба зала одновременно, да? И звук включать Поэтому, ну, мы думаем, будет праздник Не только для зрителя, но и для нас Помимо работы, это вот общая атмосфера Общее вдохновение Донести до нашего любимого зрителя Что такое искусство оживающих кукол А вот у меня в программе написано еще мастер-классы Да, да Так уже сколько перечислили мастер-классы? Да, конечно, да По мультипликации Ну, а самое важное, конечно же Это владение куклой Систем кукол мы всегда говорим очень много Вот один из вопросов у нас будет Который мы будем задавать зрителям Для того, чтобы, да Простите, слушателям По системам кукол А розыгрыш подарков каких-то завтра Во время этого мероприятия Предусмотрен? Подарков Подарок Это само действие Это уже и есть подарок Самое лучшее Самое действие Чтобы что-то унести, возможно, самое Про спектакль, пару слов Что будет? Ну, если уж мы всеми семьями пойдем Что увидим? Или это? Ну, давайте тоже так вот Сюрприз Сюрприз Пусть будет сюрприз Пусть будет сюрприз Да Мы хотим, чтобы наш потенциальный зритель Заходил на наш сайт почаще Да? Там, безусловно, всегда бывает афиша И возможность приобретения билетов Тем более, что сейчас мы сделали Электронный билет Он является и входным То есть, если раньше зритель к нам приходил Менял, ему необходимо было поменять в кассе на основной билет То сейчас вся система упростилась для зрителя Чтобы он уже не стоял в очередях То есть, с этим распечатанным билетиком просто можно подходить И все И пройти, посмотреть Поэтому, чем чаще они приходят на наш сайт Тем больше новостей они видят То есть, зайдя на сайт, купить билет Они видят, а у них, оказывается, есть еще и это, и это, и это И сейчас открывает набор Наша театральная студия Академия Забава Вот только что они объявили Набор на следующий год А у нас бывают всегда огромные списки Огромные потуживающие Да, и не все успевают подать заявление Я напоминаю, что мы говорим о большой экскурсии в Театре Кукол Которая состоится завтра, 24 марта, в субботу Начало в 14.00 О других мероприятиях Театра Кукол мы тоже, безусловно, поговорим Сейчас небольшая пауза, скоро озвучим список призов, которые сегодня в розыгрыше в Культпоходе И продолжим Культпоход Николай, поехали Ну что, давайте я в студию и начинаем с самого интересного Не с самого, конечно, интересного То, что вы обычно ждете, это то, что мы сегодня, собственно, разыгрываем Во-первых, конечно, это два билета от наших гостей Сегодня у нас в гостях, напомню, представители нашего Театра Кукол Елена Павлова и Ирина Батухтина И вот они как бы предлагают два билета на 31 марта На премьеру спектакля «Принцесса Карамелька» Вы можете их получить, если правильно ответите на наши вопросы Какое ограничение возрастное? 3 плюс Кроме того, у нас есть пригласительные в драматический театр Там сегодня, 23 марта, клинический случай комедии в двух действиях, 16 плюс А завтра, 24 марта, в 5 часов, девичник, мелодрама, 16 плюс Театр Наспаска, именно туда вы тоже можете попасть, 30 марта в 6 часов вечера «Гудбай Берлин» называется, постановка 16 плюс Вятский художественный музей имени братьев Иснесовых Выставка Ленинградская школа живописи Коллекция перемен работает до 1 апреля Поэтому поторопитесь, ограничение 0 плюс, приглашение на 2 персоны Дальше книжки от магазина «Читай город» Благодарим магазины за то, что предоставляют нам возможность наслаждаться этими книжками Итак, я уже ее в руках держу, Карен Прайер, не рычите на собаку Это книга о дрессировке людей, кстати Ну и животных, и самого себя Это 10 правил, 8 методов, которые изменят мир вокруг вас самих Просто весело, я почитал, тут можно даже научить кота Не залезать на стол, пока вы его не видите, 16 плюс Леонид Лишенко, декабристы и народники Судьбы и драмы русских революционеров Это серия «Всемирная история», ограничение 12 плюс Александр Полярный, мятная сказка Любопытная книга, изданная при поддержке интернет-сообществ О тяжелой судьбе сироты Сойера О превратенностях судьбы и неистребимой веры в лучшее 12 плюс Да, напомню, что магазины «Читай город» находятся в торговом центре Крыма И в торговом центре Театрона Преображенской Галерея прогресса приглашает на выставку современной финской фотографии «Мустельма» Работы авторов мирового уровня Очень крутая выставка, ограничение 6 плюс Работы отстоит до 3 апреля по выходным экскурсии Музыкальное мероприятие в ресторане «Гауди» Завтра, в субботу, 24-го Маэстро Дмитрий Лукьянов Мегапианист, вокалист и мультиинструменталист Выпускник Гннесенки Известный джазовый и академический музыкант Композитор Что он будет исполнять? Это традиционный современный джаз Авторские композиции поп и рок Шедевры 18 плюс ограничения Начало в 20.00 И дом народного творчества 30 марта 18.30 Билеты на пародийное юмористическое шоу Елены Воробей Но я думаю, представлять Елену Воробей не надо Ее называют королевой пародией На сцене актриса с легкостью перевоплощается В отечественных и зарубежных звезд Организатор концерта Индивидуальный предприниматель Данимил Бутарин Ограничение 12 плюс Все Чуть позже мы озвучим еще номер телефона Если вы хотите пойти на этот концерт Елены Воробей То можно насчет билетика договориться Чуть позже озвучим Но наш телефон 211-1 по-прежнему Да, 211-1 И вот сейчас будем задавать вопросы Вы звоните именно по этому номеру Итак, кто будет задавать вопрос? Елена или Ирина? Ну давайте я задам вопрос Мы хотим узнать Как называется наш известный Мы думаем знаменитый для Вятки Фестиваль театров кукол Который проходил уже три раза На нашей Вятской земле И в этом сентябре, в этом году Будет проходить уже в четвертый раз Международный фестиваль театров кукол А дальше название Мне очень понравилось Мы хотим узнать Что вы как будто бы не знаете Да-да-да Хотим знать А кстати, кто-то уже Сейчас расскажет вам Как называется ваш фестиваль Ничего не говорят Добрый день, алло Алло Здравствуйте Алло Убавьте радиоприемник Очень эхо большое Алло Да, мы слышим вас прекрасно Алло Алло, мы слышим вас Ничего не говорят У нас проблемы продолжаются, да? С вчерашнего дня или что? Алло Наберите нас, пожалуйста, еще раз Мне бы не хотелось Чтобы у нас вчерашний случай Повторился, когда мы не слышали Наших слушателей Да, они нас не слышат в данном случае Да, 211-1 Продолжайте Продолжайте Надеемся, что мы Удачно все-таки с вами пообщаемся Сегодня Еще раз напомните вопрос Елена Как называется? Итак, как называется Международный фестиваль театров кукол Который будет проходить В сентябре 2018 года Вот что, давайте еще попробуем Алло, добрый день Алло Здравствуйте Здравствуйте Вы слышите нас? Да, да, да Как вас зовут? Вадим Вадим Пожалуйста, отвечайте на вопрос Международный фестиваль театра кукол Ятка нового детства Абсолютно Абсолютно Адвент правильный Да Вы знали или вам гаджет помог какой-нибудь? Ну, знал, конечно Вы часто ходите от театра кукол? Не, ну, бываю редко, но по возможности Отлично Ну что, выбирайте Выбирайте А давайте книжечку про революционеров Про революционеров Декабристов и народников Судьбы драмы русских революционеров Это книга ваша Не клоните трубочку Объясняю, как вы сможете ее получить Вроде год-то уже не 17-й А вы про революционеров Ну так ведь декабристы-то в 25-м году были Так что Следующий вопрос Ирина, вы будете задавать? Да, второй вопрос Мне Посложнее Посложнее А правильно, больно быстро Они ответили Надо посложнее Да Существуют разные системы кукол Очень разные И чем отличается тростевая кукла? Какие так особенности у нее Особенности, да? Чем она отличается? Эта специфика Чем она отличается от других театральных кукол? В общем, по-русски говорят Что такое тростевая кукла И чем она известна, да? Хороший вопрос Ну, видимо, прилагательное тростевое Тут не зря А ты не подсказывай Вдруг не догадаются Да? А возможно, как раз таки зря Зря? Ну, вы там нас запутали С теневым театром Да, с теневым театром Ну, про теневой театр Мы, слава богу, разобрались 211-101 Что не так страшно оказалось? Да, сейчас будем принимать звонок Да, добрый день И выясним, чем же отличается Добрый день Чем отличается? Алло, добрый день Алло Да, вы в эфире Как вас зовут? Хотел бы ответить Конечно Может быть, она На тросте Может быть, она на тросте На тросте На тросте держится Нет, нет К сожалению Не так Давайте вторую попытку Мы еще обычно даем Еще какие соображения? Кстати, как вас зовут? Наталья Наталья, да Наталья, попробуйте еще раз Ну, а варианты? Варианты? Подскажите, Ирина Подскажите, пожалуйста Не, ну так не интересно Не интересно Ну, не хотят подсказывать Наталья Тогда, к сожалению Ваша попытка не удалась Попробуйте потом Вдруг А какого размера Тростевая кукла? Разные бывают Обычно разные бывают Маленькие, большие Иногда бывает Огромные Просто огромные Ими Работают Несколько человек Несколько человек Даже пять актеров Пять актеров Одна кукла То есть бывают ситуации Когда одному очень тяжело Это вообще интересно Программа не ставится В главной роли Там список пять человек Да Очень интересно Ну, давайте дальше Еще один желающий Общаться Добрый день, как вас зовут? Алло Мы вас слышим Как вас зовут? Меня Александр зовут Александр Отвечайте сразу же Ну, видимо Главное отниче Тростевых кукол Это то, что они Управляются двумя руками Речь-то, конечно И еще чуть-чуть Вы конкретизировали Он уже на правильном пути Ну, трость И это самое Две руки Хорошо А вот эта трость Что она из себя представляет? Одна, две, три, десять Тростей Ну, одна центральная Как бы Зашли Не туда пошел, Александр Не туда пошел Так я понимаю Но он же этого не видит Мы же не в телевизоре Ну, там была подсказка Подсказка же была Что могут аж пять актеров Этой куклой управлять И Александр? Да, да Так мы вас хотим Да-да, услышать Принимайте решение Наши гости Даем правильный ответ Могут несколько актеров Управлять, конечно Ну, да Ну Самое важное Трости К чему крепятся Давайте так уже прямую У куклы К чему крепятся Трости К чему крепятся К кости Мы сразу скажем Что кукла Не держится На трость Трости А они К чему-то Ой, Александр Не убавьте Вы еще Радиоприемник, конечно же Ну вы на правильном пути Вы на правильном пути Вы сейчас подумайте Уже все просто Ну скажите К конечностям они крепятся Александр Ну на трость надевается Кукла Так к каким частям Куклы Крепятся Трости Их же много Ну нет К сожалению Александр У нас говорит Хорошо О голове Да Огопитных Кукол О голове Крепятся Нет Александр Увы Не о том Убавляйте пожалуйста Радиоприемники Какой коварный вопрос Получился Ну мы там много уже Проговорили Чего Следующим будет проще Сейчас главное Все это Объединить Сформулировать Правильным образом И не повторять ошибок Представители театра кукол Были удовлетворены Полностью Ответом Добрый день Здравствуйте Какие вредные здесь сидят Здравствуйте Вы в эфире Алло Добрый день Не молчите пожалуйста Алло Мы слышим что вы дышите Алло Алло Или идет Нет Давайте следующий звонок 211-101 Ну нет связи Мы уже несколько минут Потратили Выяснить Ну что делать К чему Крепятся трости А тростевая кукла Сложна в изготовлении Кстати говоря Очень Очень сложна Да Вот ее как раз И изготовляет Конструктор Это одна из любимых кукол Обычно бывает Актеров Потому что она Ширмовая кукла Вот уже все подсказали Она повторяет Все движения Человека Еще у нас есть Один претендент На награду Добрый день Алло Добрый день Алло Алло Мы слышим вас Просто вы почему-то Не говорите ничего Следующий звонок 211-101 Пожалуйста Положите трубку Ну да Вопрос так вопрос А разыграли мы Всего лишь еще только Один приз Получается В виде книжки Да Ну что делать Плохо пока мы еще знаем Про тростевые куклы Ну что ж Будем в следующий раз Уже все Гораздо умней Так У нас сегодня Еще одна попытка Программа открывашка У нас Это не культпоход Мы тут открытие Должны сделать Да конечно Еще одна попытка Добрый день Алло Здравствуйте Здрасте Ну что ж вы не убавили Радиоприемник то Или убавили Я думаю То что Сложность этой куклы Состоит в том Что Этой куклы Управляют несколько человек То есть Один человек Держит за центральную друсь А другие люди Управляют ее Другими конечными Пусть так Значит Как вас зовут Скажите пожалуйста Виталий Виталий Давайте все-таки Мы расскажем Что внутри У этой куклы Механизм Который называется Гапит Это не трость Это сложный механизм Где вся механика Вот как раз делает Это художник-конструктор Такой позвоночник куклы Позвоночник Да Гапит Гапит А вот дальше У куклы И за счет этого Гапита И голова движется И глазки бывают И ротика Все что угодно Да А вот дальше Над ширмой Стоит эта кукла Да Внутри рука Одна Которая действует На этим Гапитом А вторая рука Если это один человек Да Она держит эти трости Так вот Если кукла Стоит над ширмой Одна рука Внутри Которая действует Гапитом И вот эти две трости В одной руке Сжимаются И прикреплены И прикреплены Эти трости К Что еще движется У куклы Кроме головы Кроме головы Туловище Голова И за счет На премьер На премьерный спектакль Выиграть Не сильно Не талантливый Вот Все время Он имел Большие успехи И главное Что в 73 году Ему удалось Сделать невозможную На одном Своем альбоме Собрал всех Битлов Вместе Так как вместе Они никак не собирались Сегодня вот На альбоме Не собрались И сейчас Я попрошу Как раз С этого альбомчика Включить песенку Это 73 год был Старая песенка Добрая Называется Тебе 16 Попрошу Потом задам вопрос Вот как раз После этого припевчика Вступает такой редкий инструмент Он называется Казу И вот на этом Инструменте Под названием Казу Играет как раз Один из битлов Но не Ринго Стар Очень интересная вещь Такая раньше За этим инструментом Замечения не было Ваш вопрос простой Кто же играет На инструменте Казу В этой песне Три оставшихся битла То есть это был Джон Леннон Пол Маккарти Или Джордж Харрисон Угадывайте Три варианта ответа Кто угадает Пол и Фикарти Ну и вместе Все четверка Ливерпульская Да нет Здесь угадайка Кто знает Кто ответил Хотя честно говоря Я бы не ответил Потому что вот никак бы Не догадался А Казу Это А Казу Это такая штучка Ага Я поняла Губная гармошка Не такой очень Странный звук Издает Ощущение Как будто Знаете Вот расческу Обернули Какой разновидности Это относится Ну такой Губно-духовой Ну такой В общем если туда Нужно дышать Это видимо Духовой Ну да Дышать туда нужно Добрый день Еще раз Добрый день Еще раз Попробуйте Да Джон Харрисон Так Джона Харрисона Нет Давайте по фамилиям Харрисон Леннон или Маккартни Харрисона уже назвали Так он Джон Нет Джон Он Джордж Он Джордж Ну ладно Бог с ним Маккартни А вот вы говорите Сложный вопрос Все проявление Она взяла и угадала Сэр Пол Сэр Пол Да он тогда еще Взял вот эту козу И сыграл соло Очень смешное соло Значит мы его уже не услышим Но вы угадали Наталья что выбираете Елена Воробея есть 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 Елена Воробей Да Пожалуйста 18.30 30 марта Областной дом народного творчества Октябрьский проспект 38 По вопросу приобретения билетов Вы можете позвонить непосредственно Организатору Даниилу Бутырину 26 60 96 С меня вопрос Да И я проговорился Да уже в первом часе Какой сегодня праздник Сегодня во-первых Всемирный день Метеорологии Метеорологический день Ну а у нас в стране День работников Гидрометеорологической службы России У меня творческое задание Очень простое Дозвонитесь пожалуйста 211 101 И исполните Частицу песенки какой-нибудь Возможно вашей любимой Где упоминается какое-нибудь Природное погодное явление То есть песенку про погоду Да Ветер Дождь Снег Туман Погода Погода В доме имеете в виду Видимо Я другой Ну ладно Я имел в виду Что природы Нет Да Может на английском Винтов Чейндж Можно Там тоже про погоду Про погодное явление Ну много таких песен Давайте 211 101 Нам еще нужно пообщаться И с нашими гостями С нашей гостьей Так скажем По телефону Да Из краеведческого музея После того как вы ответите И исполните Выполните это задание То мы будем связываться С краеведческим музеем Кировским областным Итак Ну немножко Композиции музыкального Где упоминается Какое-то природное погодное Про дождь Про дождь Про че не угодно Вот Вот Владимир Владимир Алло добрый день Здравствуйте Это Светлана Да Светлана Да Наша постоянная слушательница Можно петь Да Конечно Давайте И снег И ветер И звезд Ночной полет Меня Мое сердце В тревожную даль зовет Отлично А что за песня Отлично Пахмутова Да Конечно Ты что ты Надо знать пластику советскую Я что-то Не А хотя да Припоминаю Все Определяйтесь тем Что выбираете Ну так Не рычите на собаку Не рычите на собаку Книжка Я так все держал в руках Все думал Никто не выиграет Я себе возьму Не рычите на собаку Книжка Карен Фрайер 16 плюс Ограничение Да Сейчас будем связываться С Кировским областным Кривическим музеем Дело в том Что 25 марта В воскресенье Будет отмечаться День работника культуры Собственно И к этой дате Наш Кривический музей Что-то там Приготовило Что именно Юлия Фрэнкель нам Расскажет по телефону Ну а пока мы дозваниваемся Собственно Мы хотим еще про гастроль Поговорить Ну да Потому что Этот год У нас Насыщенный Гастрольный Началось все В прошлом году Когда была Ну так скажем Создана Федеральная программа Большие гастроли Для детей И молодежи В прошлом году Мы смогли Попасть в эту программу И посетили Дальний-дальний Город Томск А к нам Приезжал Наш любимый Образцовский театр А в этом году Мы решили Поехать Совсем в другую сторону Ближе к границе Уже в другую сторону И сделать большой-большой Такой тур Сначала Мы выезжаем 14 апреля Вернемся 25 апреля Будем показывать Свои спектакли Три спектакля Наименования Покажем 17 раз В городах Ярославль Москва Тула И Белгород 17 раз 17 показов За 10 дней Да Веселая поездочка Такая Насыщенная Еще передвижение Еще культурная программа В этих городах Посещение музеев И к нам Приедет Тоже в апреле Московский Камерный театр И привезет К нам Свои Самые замечательные Спектакли Камерный театр Кукол Конечно же И привезет Спектакли Для самых маленьких Бычок Смолиной бачок Для среднего Возраста Ну и для всех Изумительный Нежный Добрый спектакль Божова Серебряная копытца И для взрослого Зрителя Спектакль Письмовник Поставленный Известнейшим Письмовник Письмовник По произведению Михаила Шишкина Удивительный спектакль Который вошел В лонглист Золотой маски А поставили его Знаменитые Борис Константинов И Виктор Антонов Ну что Интересно Имейте ввиду Уважаемые слушатели 26 по 29 апреля Мы всех ждем В нашем театре На гастроли Московского Камерного театра Кукол Итак Сейчас разворачиваемся Немножко в другую сторону В сторону Краеведения Заведующая отделом Краеведения Кировского областного Краеведческого музея Юлия Френкель У нас на связи Юлия Добрый день Здравствуйте Давайте У вас есть возможность Несколько минут Рассказать нашим Слушателям о том Что в Краеведческом музее Во всех его подразделениях Будет происходить 25 марта В воскресенье Пожалуйста Да 25 марта Это день работника культуры И в этот день С 10 утра Во всех наших зданиях Во всех отделах Экспозиции Выставки Будут работать Бесплатно То есть Все жители Нашего города Могут прийти И посмотреть Экспозиции Выставки Посетить Все наши диковинки Абсолютно Бесплатно Ну и кроме того У нас предполагается Очень насыщенная Программа Например Вот в нашем Главном здании Мы приглашаем Вот уже В 10-30 утра Ребятишек На мастер-класс По изготовлению Традиционной Русской куклы И там куклы Вот так вот Да Мастер-класс Это можно прийти У нас в зал Русская изба Сесть на лавку И дальше К детям Придет Костей Персонаж Сказочный персонаж Всех секретов Выдавать не будем Но Вот благодаря Этому персонажу Ребята Научатся Делать Русскую куколку Кроме того У нас есть Потрясающая выставка Называется Техника На грани фантастики А там представлены Кто-то нам стучится в эфир Да Это, наверное, персонаж Сказочный прорывается А вы как думали Сказки стоят только начаться И она сразу здесь Вот А так у нас Вот выставка Техника на грани фантастики И там можно Увидеть Редкие Ценные Экспонаты Фотоаппаратуры Видеоаппаратуры Уникальнейшие Предметы Музыкальной Аппаратуры Например Аккордеон Который выпущен Всего в пяти Экземплярах На нашей Кировской Фабрике Это такой Прообраз Ну Современного Синтезатора Это очень Редкая вещь Это коллекционный Экземпляр Их всего Вот в мире Да Было выпущено Пять экземпляров Так что Можно прийти Полюбоваться Юлия прошу прощения У нас всего Пара минут остается До конца Мы хотели бы конечно Все осветить мероприятие Но увы не успеем Главное здание Спаская 6 Напоминаю В 10.30 Сначала давайте Расскажем еще о том Что в диораме Будет происходить В диораме Мы приглашаем На музыкальную Викторину На викторину По многонациональным Разноцветию Это О разных Национальных культурах Жителях Нашей Кировской области Мы приглашаем В музей Вятских Народных Художественных Промыслов Это на Спасской 4Б Это на Спасской 4Б Где будет и встреча С писательницей Надеждой Перминовой И с мастерами Народных Промыслов Видимо там пока По корню будет Что-то Да Совершенно верно И в музее Грина Который На Володарского 44 Будет у нас Экскурсия По выставке Лаборатория Фантаст Ну конечно Всех ждем В музее Воинской Славы Где будет Проходить экскурсия По выставке Несокрушимая Легендарная О нашей армии Беседы О Крымской войне Беседы Об истории Развития Огнестрельного Оружия И конечно Музей Салтыкова Щедрина На Ленина 93 Где тоже Будут И мастер-классы И экскурсии И викторины То есть Все музеи С 10 утра До 6 вечера Будут ждать Посетителей Ну что ж Прекрасно Спасибо В честь дня Работника культуры Спасибо Юлия Фрэнкель Заведующая отделом Краеведения Кировского областного Краеведческого музея Все Все мероприятия У нас тоже список Есть перед глазами Которые сейчас Перечислила Юлия Маратовна Имеют вознастрой Ограничений Либо 0 плюс Либо 6 плюс Либо 12 плюс Ну не более того Не более того На этом программу Культпоход мы завершаем Вам завтра Удачного проведения Мероприятия Большой экскурсии В театре кукол Начало в 14 И всем нашим слушателям Прекрасных выходных Потому что Как видите Программа очень насыщенная Ирина Батухтина И Елена Павлова Спасибо большое Культпоход на этом завершен Я не прощаюсь До встречи В программе Сделанной в Вятке Через 20 минут Культпоход